Всем добрый день. Прошу написать в чате или поставить огонёчек, если нас видно и слышно. Если в чате здоровается, значит слышно. Так много огонёчков. Мы можем начинать. Давай ещё минутку буквально подождём, чтобы у нас побольше людей собралось. Так, ну кажется, что, в принципе, все, кто хотел к нам подключиться, подключились. Но если у кого-то нет возможности, то в целом вебинар будет записан, и с ним тоже можно будет повторно ознакомиться на нашем YouTube-канале. Ссылочки оставим в конце нашего вебинара. Всё, тогда предлагаю начинать. Начинаем. Сегодня, всем добрый день. Сегодня мы поговорим о нашей транспортной системе по управлению перевозками, Аксиот ТМС. В частности, о типовой маршрутизации, как одной из главных настроек транспортной системы Аксиот ТМС. И прежде чем мы перейдём к основной части, я уже вижу огонёчки, то есть нас видно, слышно. Хорошо. Правильно я понимаю? Отлично. С связью всё хорошо, значит, пришло время представиться. Меня зовут Анастасия, я являюсь менеджером проектов, и со мной моя коллега Елена, ведущая эксперт по транспортной логистике. Несколько слов о структуре данного вебинара. Начнём мы со вступительной части, которая будет длиться не более пяти минут. Далее мы перейдём к основной части и расскажем вам о системе. И ещё её продемонстрируем. Да. И закончим ответами на ваши вопросы. Для тех, кто впервые сегодня подключается к нашему вебинару, отдельно отмечу, что компания Аксиот уже более четверти века на рынке информационных технологий, и довольно длительное время мы являемся лидерами. Так, по оценке Тедвайзер, за 2023 год на российском рынке автоматизации и логистики наши программные продукты занимают следующие позиции. Аксиот ВМС около 50% и Аксиот ТМС более 40%. Но не будем углубляться в данную информацию, вы можете знакомиться со всем на нашем сайте. И приступаем к основной тематике вебинара. Сегодня мы поговорим о Аксиот ТМС. Наша система может абсолютно все, поскольку представляет собой полный комплекс по автоматизации. Вы можете вести учет потребностей в перевозках, вы можете отслеживать ход исполнения рейсов, вы можете вести, вернее, планировать свои потребности как в автоматическом, так и в ручном режиме. Также система позволяет ввести учет собственного автопарка и в то же время взаимодействовать с внешними перевозчиками, проводя различные тендеры, обмениваться документацией, выбирать транспортные средства и так далее. Также система Аксиот ТМС позволяет учитывать доходы и расходы транспортной деятельности на каждом этапе перевозки груза и управления собственным парком. И как вишенка на торте, система имеет целое разнообразие отчетностей, которые позволяют рассчитывать рентабельность перевозки груза. То есть мы можем комплексно покрыть все ваши потребности, которые имеются на текущий момент и которые могут возникнуть в будущем. Все это позволит комплексно решить ваши проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются логисты. И основной проблемой является, конечно же, планирование заявок. Особенно это ощутимо в период сезонности, когда объемы заказов повышаются, нагрузка на логистов увеличивается и зачастую сталкиваются клиенты с перегруженностью транспорта, с загруженностью автомобильных дорог, что также не всегда учитывается. И за счет этого страдает качество маршрутизации и, естественно, качество доставки. Если уйти в несезонную повседневность, то обычно логисты также сталкиваются с хаосом. Что имеется в виду, когда приходят менеджеры и говорят о срочности выполнения какого-либо заказа. Либо же, наоборот, просят отменить какой-либо заказ в связи с информацией от клиента. Также еще одной проблематикой может быть то, что сейчас клиенты достаточно избалованы, и у каждого есть свои требования к перевозке груза, к водителям, к документации, к совместимости товаров в автотранспорте. И все это логист должен учитывать при каждой планировании. Соответственно, мы подходим к следующей проблеме. Это большая зависимость от сотрудников. Что будет, если этот золотой кадр уходит в отпуск, заболеет, либо же увольняется. То есть все знания уходят вместе с человеком. В конечном итоге проанализировать качество маршрутизации возможно только постфактум, когда представляется такая возможность. Но наша система может все изменить. Далее передаю слово своей коллеге, которая детальнее расскажет о нашей системе. Да, на самом деле очень хорошо описала проблемы. И да, в рамках внедрения проекта мы очень часто сталкиваемся со всем, что ты перечислила. Особенно, когда менеджеры приходят, просят добавить какой-то заказ. Это, в общем-то, стандартная история для всех. Но мы об этом знаем. И, соответственно, мы стараемся решать эти проблемы. И когда мы говорим конкретно про маршрутизацию заявок, то здесь мы предлагаем отдельное решение, которое совместимо с Axelot MS. Это Axelot SCAP. Это отдельная платформа, программный продукт, который предназначен для решения задач оптимизации логистических процессов в цепях поставок. Если говорить более простым языком, то данная платформа позволяет нам решать различные логистические задачи. Если мы говорим с вами про типовой продукт, который уже готов, в принципе, его можно приобрести и не нужно будет дорабатывать, то на текущий момент он может решать уже целых три задачи. Одна из задач – это динамическая маршрутизация заказов с большим количеством ограничений. Это как раз-таки то, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Но еще SCAP может решать задачу укладки груза в транспортное средство. Это такая задача на стыке транспортной и складской логистики. И задача укладки груза на палету. Это уже ближе к складской логистике. Но сегодня мы как раз-таки с вами поговорим именно про динамическую маршрутизацию. В целом, в рамках своей речи я обозначу вообще, как мы пришли к тому, что мы решили создать Axelot SCAP, какие ключевые особенности данного продукта и в целом, какие эффекты вы получите от его внедрения. Что ж, тогда, если ни у кого нет предварительных вопросов, предлагаю погрузиться вместе с нами в нашу интересную работу. И краткая пятиминутная историческая справка. В общем-то, еще в далеком 2010 году в целом речь даже не стояла об автоматическом планировании. Все планировали заказы вручную. И в лучшем случае они использовали всеми любимый Microsoft Excel, но на самом деле все руками было и на бумажках. И, соответственно, тенденции рынка транспортной логистики мы всегда понимали, мы всегда старались предугадывать, поэтому со временем, ближе уже к 2015 году, мы реализовали первый алгоритм автоматического планирования. Он у нас был в нашей Axelot MS третьей версии. В принципе, наш продукт, он реализован на базе 1С, и поэтому 1С стала, так сказать, первой платформой для реализации нашего первого механизма автоматического планирования. Он основывался на методе Кларка Райта. Если математики есть в чате, они понимают, о чем я говорю. И, в общем-то, для, скажем так, первого механизма автопланирования это было достаточно неплохое начало. Но время шло, мы внедряли проекты, мы получали обратную связь от наших пользователей, и, соответственно, мы поняли две вещи. Во-первых, сама платформа 1С, она не предназначена для решения сложных математических задач. 1С – это изначально была бухгалтерская система, поэтому учет документов, он не требует какой-то высокой скорости опработки кода. А во-вторых, в целом, если мы говорим про рынок транспортной логистики конкретно в России, то автоматическое планирование – это достаточно молодое направление, но на самом деле оно очень быстро развивается. Если мы посмотрим даже на десятилетние дистанции, раньше перед службой доставки не стояло таких сложных задач, какие стоят сейчас. И, к примеру, тот же самый COVID, он полностью поменял рынок, он увеличил требования от клиентов, он потребовал большего качества сервиса. И мы это понимали, мы к этому были готовы, поэтому уже в 2021 году вышел первый релиз Axelot Scab. Он был и протестирован, и опробован на пилотных проектах, поэтому старт нашего продукта был достаточно легкий и запоминающийся для нас. Но в целом тоже важно понимать, почему мы говорим именно про автоматизацию планирования. Потому что, опять-таки, если мы будем опираться на наш опыт, то на многих проектах, когда мы только начинаем внедрение, многие логисты, которые непосредственно осуществляют планирование, они выступают против автоматического планирования. И у них есть на этом свои причины. Ну, самая банальная причина — это то, что они уже привыкли работать вручную, силу привычки трудно перебарывать. Во-вторых, в таком случае в целом логист, он получается царь и бог. Он планирует так, как он привык, так, как он знает, так, как он умеет, так, как ему удобно. Он подбирает тех исполнителей, которые ему больше нравятся. И в целом он принимает все решения относительно того, какими будут рейсы. И если это хороший сотрудник, который понимает всю ответственность, которая на нем находится, если потерялась, то он будет работать, в принципе, достаточно тщательно, но это, как следствие, увеличит временные затраты на планирование. И в целом его работа, она будет достаточно долгая. Он в том числе может из-за этого задерживаться на работе, может тратить очень много времени. Но и при этом мы должны понимать, что человеческие возможности, они в целом в конечном итоге ограничены, человеческий ресурс. Если мы там придем к какому-то банальному даже примеру из жизни, то вот, например, вы хотите распланировать себе отпуск. Ваша задача – и немножко отдохнуть, побездельничать в рамках отпуска, и при этом посетить какие-то интересные мероприятия. И вот даже такая простая задача, она становится довольно-таки сложной. Вы тратите много времени, со всеми советуетесь для того, чтобы максимально качественно провести свой отпуск. А тут мы с вами говорим про планирование доставки, где нужно учесть множество ограничений. Это временные окна клиента, графики работы, загруженность дорог, индивидуальные требования клиента к транспорту, к водителю, учет пропусков на проезд через зону. И в таких условиях планирование даже сотни заявок, она становится максимально сложной для человека и требует колоссальных человеческих трудозатрат. У колоссальных я, конечно, на гиправилизивы, но да, это сложная работа. И в целом, я думаю, что многие понимают, о чем я говорю, особенно руководители транспортного отдела. И именно поэтому, после того, как мы внедряем автоматическое планирование, там, 99% случаев, логисты соглашаются, говорят, да, стало лучше. Потому что, во-первых, и время в целом на планирование сокращается, и система, она не позволяет себе допускать те ошибки, которые человек может допустить из-за усталости, невнимательности и так далее. Как мы систему настроили, так она и будет планировать, не отклоняясь от заданных требований. Ну и в целом, как следствие, общая зависимость от сотрудников, транспортного отдела сокращается. И в случае тех же самых форс-мажоров, когда самый золотой сотрудник ушел в отпуск или заболел, в лучшем случае, уволился, то другие сотрудники, они сами не столкнутся с большим стрессом и хаосом из-за того, что ушел другой сотрудник. Ну и у самого руководства будет больше уверенности в завтрашнем дне. Ну, это так. В общем, описали ситуацию, о которой мы можем решить. Давайте поговорим чуть поподробнее, что в целом SCAP нам позволяет учитывать. В общих чертах это более 50 различных ограничений мы можем учесть при планировании, в том числе вы их можете видеть на слайде. Я, наверное, расскажу о самых важных. И одно из самых важных – это учет ситуации на дорогах, особенно если мы с вами говорим про внутригородские доставки, где каждая минута на счету, точек много, и поэтому нам важно понимать, как с учетом пробок мы выстроим маршрут. Помимо этого, само собой, мы учитываем временные окна доставки. Это возможность доставки либо строго ко времени назначенному, либо же более гибкие временные окна, если в определенный промежуток нужно груз доставить. Ну или просто мы можем учесть графики работы точек, если они готовы принять во время своей работы. Также недавно мы реализовали дополнительно возможность учета мягких временных окон. Это вот как раз-таки, когда мы говорим про сезоны повышенного спроса и понимаем, что в эти сезоны мы действительно не можем никак уйти от опозданий к клиентам, и клиенты наши это понимают. Соответственно, мы даем возможность системе планировать с небольшими опозданиями, но при этом обеспечиваем максимальную утилизацию транспорта и обеспечиваем максимальную доставку всего груза именно в тот день, в который от нас хочет клиент. Помимо этого, да, тоже отличительная особенность нашего продукта в том, что в нем есть механизмы допланирования рейсов. Чаще всего у многих клиентов, с которыми мы работаем, день планирования разделен на несколько этапов. Основной пул заказов приходит в одно время, и логист планирует эти заказы, а потом поступают дополнительные, и эти дополнительные заказы нужно уже либо добавить в существующие рейсы, их как-то пересмотрев, либо создать новые рейсы, если мы понимаем, что по ограничениям, в том числе, там, весово-габритным характеристикам, мы не можем добавить заказ в новую машину. В таком случае эту работу на себя он может взять с кап и оперативно допланировать заявки в рейсы, причем рейсы он может перестроить, если это обеспечит нам максимальную утилизацию транспорта и меньшую стоимость доставки. Ну и в целом, система позволяет учитывать любые требования, которые есть у клиента, это могут быть требования к транспорту, к водителю, к совместимости товаров в транспорте и так далее. То есть все те критерии, которые показывают, что наш сервис на высоком уровне находится. А сейчас, в то время, когда у нас уже достаточно, в принципе, развита транспортная логистика, именно сервис – это то, зачем возвращается клиент, и сервис – это то, за что он платит и хочет платить. Ну и в целом, когда мы с вами говорим про выбор продукта и вендора, который будет внедрять продукт по автоматическому планированию, то есть те критерии, на которые в том числе важно обращать внимание. Первый критерий – это гибкость в разработке. То есть компания всегда должна понимать, как меняется рынок, что он начинает требовать, и оперативно адаптировать свое решение к этим изменениям. А еще лучше, если компания будет прогнозировать будущие изменения и вносить их заранее для того, чтобы, когда уже что-то случится, был готовый инструмент, который позволит решить новые проблемы. И именно это и достигается за счет гибкости в разработке. Соответственно, у нас есть платформа, которая позволяет оперативно вносить изменения в наши решения. И помимо того, что у нас есть штат программистов, у нас есть также дополнительный штат математиков и алгоритмистов, которые с точки зрения именно математических алгоритмов помогают грамотно сформировать решение той или иной проблемы. Также важно понимать, чтобы решение могло учитывать пробки на дорогах и учитывать пропускную, учет пропусков, потому что если мы говорим про ту же доставку внутри московского региона, то здесь важен учет пропусков на проезд через зону. В данном случае у нас SCAP может работать в целом с любыми картографическими сервисами, но я, само собой, хочу сакцентировать ваше внимание на нашем сервисе, который называется Axelot Maps. Это картографический сервис, который мы разработали и мы развиваем. И мы, конечно же, всегда настаиваем на использовании именно его, просто потому что, имея наш опыт, мы понимаем, какие именно данные нам нужны для планирования грузоперевозов от картографического сервиса для того, чтобы максимально качественно спланировать наши рейсы. Ну и, само собой, наверное, тоже один из достаточно важных, одна из самых важных, одна из важных вещей, на которые стоит обращать внимание при выборе автоматического маршрутизатора, это стоимость как критерий решения задачи. Что здесь подразумевается? Понятно, что все оптимизаторы, они будут строиться на математических моделях, но недостаточно брать абстрактную математическую модель для того, чтобы решить задачу. Важно, чтобы в основе лежала именно стоимость как критерий построения качественного маршрута, потому что мы с вами в рамках доставки тратимся на топливо, тратимся, либо на наемный парк. И эти затраты, они должны вставать по главу угла, когда мы принимаем решение о том, какой маршрут у нас наиболее качественный. Соответственно, это тоже, в общем-то, и лежит в основе нашего акселотска. Именно стоимость, как критерий, как главная задача решения, сделать решение с максимально минимальной стоимостью. Немножечко криво сказала, но я надеюсь, что вы меня поняли. Что ж, сам акселотска, он в целом может работать как индивидуальное решение, то есть вы можете его проинтегрировать со своей корпоративной системой, либо любой другой учетной системой, в которой вы работаете. Но, опять-таки, мы, конечно же, будем настаивать на том, что лучше его внедрять совместно с наш акселот ТМС, потому что, так как это наше решение, соответственно, оно уже друг в друга проинтегрировано, и поэтому в нем есть различные дополнительные фишки, которые, в общем-то, сделают жизнь логиста проще. Но самое первое, самое очевидное, это то, что в ТМС уже реализованы интерфейсы, которые позволяют логисту максимально в понятном варианте видеть и ход решения задачи маршрутизации и получать ответ, который будет описан понятным человеческим языком. Логист будет понимать, почему была выбрана та или иная машина и, допустим, почему по какой-то причине не была спланирована заявка. И это, в свою очередь, дает логисту достаточно хороший инструмент для того, чтобы проводить аналитику и, возможно, там применять различные варианты планирования и выбирать самые лучшие. В общем-то, в рамках демонстрации мы сегодня такой вариант как раз-таки и покажем. Если мы с вами будем говорить про интеграцию между Axelot SCAP, Axelot TMS и сюда еще добавим компоненту Axelot RTBP, это компонента, которая отвечает за сбор спутниковых данных, то здесь мы тоже можем получить свои плюшки, так назовем, и прогнозировать исполнение рейса. Возьмем такой достаточно, наверное, банальный пример. У нас есть магистральная перевозка, машина выехала со склада, возможно, как-то задержалась на складе, ехала по пути, по пути проводились дорожные работы и, соответственно, машина опять у нас задержалась. И, допустим, это происходило ночью, возьмем один из распространенных примеров, там, логист уже спит, а система в это время по данным спутникового мониторинга понимает, что происходит задержка, она информирует об этом пользователя либо в уведомлениях в системе, либо там другим способом мессенджер, там, смс-ку отправил и так далее. И либо эту проблему может решить там, дежурный диспетчер ночной, либо же, когда логист придет на работу с утра, у него уже будет информация о том, что машина задерживается, при этом система, она просчитает, что произойдет в случае этой задержки, насколько она долгой будет, и тогда уже у логиста будет понимание, что происходит, и он сможет принять более качественное решение относительно того, что делать в дальнейшем. Вот. Или же мы с вами можем взять пример внутригородской доставки, где у нас тоже большое количество клиентов, большое количество точек в рейсах, и здесь уже вопрос опоздания стоит более остро. В данном случае уже в ходе исполнения рейса мы будем понимать, по данным от спутникового мониторинга, что машина задерживается в какой-то точке, при этом система в связке со скапом может, помимо того, что там в целом просчитать план по опозданиям, так еще и предложить вам альтернативный вариант маршрута, то есть маршрут перепланировать с учетом текущего исполнения и, допустим, поменять точки местами и сначала доехать к клиенту, у которого супермаленькое временное окошко, но при этом к нему опаздывать категорически нельзя, потому что это будут дополнительные претензии и штрафы, а затем уже отправиться к остальным клиентам, у которых более лояльные условия или более широкие временные окна. Да, мы, возможно, сделаем небольшой перепробег, но при этом у нас не будет дополнительных проблем, которые будут для нас гораздо дороже. Что ж, это в целом, да, какой синергетический эффект мы можем получить от внедрения комплекса наших программных продуктов и компонентов. Вот, теперь мне бы хотелось как раз-таки перейти к демонстрационной части и немножечко показать вам, как работает Axelot SCAV в связке с Axelot TMS. Так, сейчас я включу демонстрацию экрана, так что пишите, если вдруг не будет видно экран или будет видно. Так. Подскажите, коллеги, напишите в чате, видно ли мой экран. У меня стоит видно. У тебя видно? Так, вижу, у тебя тоже коллеги в чатике пишут, что видно. Отлично. Спасибо за обратную связь. Итак, коллеги, перед вами интерфейс Axelot TMS. В данном случае настроено рабочее место для автоматического планирования. Она сейчас выглядит таким образом, что здесь представлена карта, слева представлен перечень заявок, которые мы будем с вами планировать, ну и внизу мы с вами увидим, как мы будем формировать задачку для нашего Axelot SCAP. Я описываю рабочее место, потому что в целом рабочие места у нас в системе настраиваются, поэтому оно может выглядеть по-другому, если вам так будет необходимо, если логисту будет удобнее видеть другой набор объектов в своем рабочем месте, он может его перенастроить. Итак, немножечко расскажу о задаче, которая у нас у меня здесь подготовлена такая достаточно небольшая, здесь видите около 30 заявок, они все по Москве. В рамках задачи мне нужно будет учесть временные окна доставки, соответственно, распланировать заказы на наиболее дешевый транспорт. При этом у меня помимо временных окон учитывается максимальное количество точек в рейсе, там, не более 11, и учитывается ограничение по времени работы, то есть не более 9 часов в день. В данном случае я сейчас сформировала задачку, сейчас я все действия буду делать вручную, постепенно показывая, что происходит в ТМС, когда мы с вами отдаем задачу в СКАП, но на самом деле мы можем настроить в системе возможность автоматического запуска задачи, то есть все настройки мы внесем и система сама будет запускать задачку автоматически без необходимости делать все эти действия, которые я сейчас произвожу. Итак, первично у нас создалась задача для планирования. Система сначала проверяет заполнение, все ли необходимые поля в задаче заполнены. Если нет никаких предупреждений, значит все поля заполнены правильно. Дальше у нас происходит подготовка к решению задачи. На данном этапе система может нас проинформировать о том, что у нас например что-то недозаполнено в части каких-то индивидуальных ограничений. Например, если у нас не указан профиль совместимости, то есть какие-то индивидуальные требования клиента. Или же если например у нас машина будет наша стоять в ремонте, то здесь также появится сообщение о том, что данное транспортное средство не будет использоваться в планировании, потому что оно как раз таки находится в ремонте. После того, как у нас задачка была подготовлена, мы можем с вами запустить решение. Когда мы запускаем решение, как раз таки задача отправляется в СКАП для того, чтобы ее он мог решить. При этом на стороне ТМС у нас ведется логирование для того, чтобы мы могли видеть, как у нас с вами задачка решается. Соответственно, на отдельной вкладочке у нас присутствует сообщение о том, что, в общем-то, по ходу решения задачи СКАП делает. И в том числе, если у него не получится распланировать какую-то заявку, допустим, потому что она слишком большая для транспорта, ни один транспорт в нее не помещается, то здесь мы в том числе в этих сообщениях увидим, что у нас не получилось спланировать заявку, потому что она слишком крупная. И там уже дальше логист будет принимать решение, либо он найдет транспорт, который поместит в себя эту заявку, либо заявка будет разбита на более мелкие грузовые места и будет распланирована отдельно. На самом деле, говорю я даже гораздо дольше, чем СКАП задачку решает, потому что задача уже решена и сейчас она предварительно выведена перед нами. здесь сейчас представлено в сухих цифрах решение, которое нам предлагает СКАП, это 4 рейса. Мы можем просмотреть, какие это будут рейсы, по количеству точек, по километражу и по стоимости, самое главное, по стоимости. И уже если нам этой информации достаточно для принятия решения, мы можем применить результаты, то есть создать рейсы в системе. давайте сейчас их сосредим, чтобы мы могли с вами просмотреть их на карте. сейчас мы их с вами отобразим на карте. и, наверное, карту сейчас сделаю чуть побольше, чтобы было лучше видно. Соответственно, мы с вами получили 4 рейса на 33 заявки, при этом у нас не более 11 точек в каждом рейсе, и в целом решение у нас получилось выглядеть таким образом. но у нас с вами могут быть различные условия для планирования, и в данном варианте я хочу показать вам, например, второй способ решения, когда у нас появилось индивидуальное ограничение от клиента. В данном случае у меня есть второй вариант настроек, который включает в себя ограничение, что один из клиентов требует, чтобы в машине его не добавляли груз от других клиентов, то есть для него должна быть индивидуальная машина. Действия, в общем-то, производим все те же самые, создаем задачку для планирования, но в рамках данной задачи я выберу уже другой вариант настроек. В данном варианте настроек у меня как раз-таки указан профиль совместимости, сейчас я его покажу, вот, у нас есть индивидуальные требования, то есть клиент BB едет отдельно, он несовместим с другими клиентами в рамках одной машины. Соответственно, сейчас запустим решение с учетом этого дополнительного ограничения и посмотрим, как у нас изменится результат. Этапы проходим все те же самые, подготавливаем задачку, проверяем, что у нас все заполнено, проверяем, что у нас учтено все, что было необходимо, если обратим внимание, здесь уже сообщение в данном случае отсутствует, то есть предыдущая задачка мне сказала, что профиль совместимости у меня не указан, здесь он сейчас указан и, соответственно, сообщение отсутствует, никаких предупреждений нет, запускаем решение задачи. Как видите, решение пришло достаточно оперативно. Визуально, первично мы можем оценить, что у нас результаты несколько изменились, в том числе увеличился пробег, увеличилась стоимость решения. Давайте применим и посмотрим, как у нас результат отобразится на карте, как у нас изменится именно визуально наше решение в том числе. Надеюсь, что нет больших задержек, это могло слишком быстро возможно переключаться между вкладками. Итак, что ж, если мы с вами посмотрим на текущий результат, то мы можем увидеть во-первых, что у нас сами, если я сейчас переключаюсь, между вкладками для сравнения, чтобы было удобно проводить, мы можем здесь увидеть, что в итоге наши рейсы, можно так сказать, стали менее пучными, они имеют больше пересечений, но это как раз таки связано с тем, что у нас клиент вот этот вот рейс, как раз таки наш клиент под кодовым обозначением МВБ лег в отдельный рейс и, соответственно, решение у нас с вами преобразовалось. Оно стояло менее кучным, но при этом мы соблюли индивидуальное ограничение нашего клиента. И таким образом, если мы тоже обратимся к более сухим данным, если не будем смотреть на карту, то мы посмотрим, что по сути количество рейсов у нас с вами не изменилось, но при этом расстояние путем нехитрых вычислений можем, чуть больше 30 километров у нас образовалась разница и оценка стоимости решения тоже у нас увеличилась. И вот таким вот образом логист тоже может запускать разные варианты настроек и смотреть, как у нас меняется решение и в том числе самостоятельно принимать решение, какое ему будет более подходящим. Ну и в том числе, смотрите, во второй задаче мы смогли с вами учесть индивидуальные требования клиентов, да, и мы повысили качество сервиса. При этом там у нас перепробег составил всего лишь там 30 километров с копейкой, что явно меньше, чем то качество, которое мы можем обеспечить именно для клиента и те заказы, которые мы можем получить от него в дальнейшем за счет того, что мы удовлетворяем, так скажем, его требования. Ну и это достаточно простой примерно небольшом количестве заявок, а если у нас там будет заявок 500, 1000 и так далее в геометрической прогрессии расти, то если мы с вами обратимся к ручному труду, сколько логисту придется времени потратить для того, чтобы хотя бы один вариант спланировать, потом второй, потом проанализировать разницу, здесь же мы в достаточно оперативном варианте можем получить несколько решений и принять самостоятельно, проанализировать их и принять решение о том, какое из решений для нас в более важном текущем этапе. Что ж, на этом демонстрационный кусочек подошел к концу. Лен, это все теория? Может, перейдем ближе к практике? Помнишь, мы внедряли нашу систему в компаниях «Строи терминал» и «Белла Восток». Может, расскажешь подробнее? Да, как раз таки расскажу. Так, надеюсь, что снова видно нашу презентацию. Да, коллеги, если отпишетесь в чатике, будет просто прекрасно или поставите огонечек. Кстати, хотела добавить, мы видим ваши комментарии и в конце презентации мы ответим на все ваши вопросы передаем с полуоделением. Да, как раз таки поговорим немножечко действительно о практике. Это одни из немногих компаний, которые используют именно типовую маршрутизацию, то есть «Аксилотскап» без доработок. В данном случае и «Белла Восток» они перешли на автоматическое планирование. У них там особенность в том, что они не часть заявок планируют по расписаниям использовать типовой функционал именно ТМС, и часть заявок они планируют как раз таки автоматически с помощью «Скапа». Они делят заказы по зонам и запускают автоматическое планирование. За счет этого они в целом сократили время на обработку, на планирование само. Вот. И также «Стройтерминал». Коллеги тоже используют типовую маршрутизацию. Если кто не знает, «Стройтерминал» компания, которая производит краску, ну, в общем-то, доставляет ее для своих клиентов. У них тоже планирование делится по географическим зонам, и мы учитываем особенности городов. Еще одна из фишек, которые они смогли добиться за счет именно типового механизма планирования, это подбор ближайшего транспортного средства. То есть, в целом, у нас маршрут строится таким образом, чтобы в конце водителю было как можно ближе добираться до гаража. То есть, у них несколько гаражей по территории расположены или заканчиваются именно возле ближайшего гаража. Ну, и помимо этого, у них еще была такая особенность, что все индивидуальные требования клиента по пропускной способности транспорта, по еще чему-то знали только водители. Соответственно, если вы внедряете систему автоматизации, то вы совместно с водителями, с логистами можете провести совместную работу творческую, оцифровать требования клиента и тоже их учитывать в рамках автоматического планирования. Если мы говорим с вами про строительтерминал, то у них время на планирование сократилось в четыре раза, с двух часов до получаса. Запуск прошел достаточно легко и им в сезон повышенного спроса не требуется увеличивать, привлекать дополнительных сотрудников, сотрудники не перерабатывают при увеличении объема перевозок. Ты знаешь, Лена, действительно, в последнее время мы все больше получаем заказов достаточно простых на управление исключительно блока перевозками, в частности типовую маршрутизацию. И в связи с этим мы выделили отдельную технологию по внедрению типовой маршрутизации в быстрый запуск за три недели. Данная технология включает в себя управление унимодальными перевозками, как лучное, так и автоматическое планирование и многое другое. То есть данные инструменты позволяют нам понять, как ехать, что делать, сколько машин надо, какие затраты можно поднести по данным маршрутам и тому подобное. Сроки внедрения, как я уже упоминала, составляют около трех недель, за которые мы обследуем полностью ваши процессы, настраиваем и демонстрируем планирование. После этого мы переходим к обучению сотрудников, совместно тестируем продукт и на конечном этапе сопровождаем пользователей, чтобы у них было время на адаптацию. На этом у нас все. Спасибо за внимание и пришло время ответить на ваши вопросы.